Всем привет! На связи я, EdSkrabber. Всем хорошего настроения и сегодня у нас разбор линей компании Honor. Компания Honor выпускает очень много телефонов и для того, чтобы понять всю структуру, мы разберем все линейки и, соответственно, придем к определенным выводам. Если Huawei по своей сути это классический производитель смартфонов, то Honor это бренд новой формации. Бренд Honor ориентирован на более молодых по сравнению с аудиторией бренда Huawei, социально активных потребителей, за счет которых компания расширила круг потенциальных покупателей. И это, по сути, суббренд компании Huawei. По ходу разбора той или иной линейки я буду высказывать свое предпочтение и обращать внимание на тот или иной телефон. Конечно же, у вас есть свое мнение, пишите о нем в комментариях. Итак, первая линейка называется Light и делится она на две подлинейки, это A и C. Под линейки A телефоны A5, A6 и новинки этого года A7 и A7 Pro. Можно обратить внимание, как выглядят эти телефоны. Также под линейкой C это C6, C6 Pro и новинки этого года C7 и C7 Pro. Хотел обратить ваше внимание на Ola C7. Значит, экран у него 5,7 дюймов, соотношение сторон 18 к 9. Центральный камень Snapdragon 430, в принципе, начального уровня, но не стыдный процессор. 3,32, батарейка на 3000 мАч, камеры 13, плюс 2 и 8-мегапиксельная камера фронтальная. Также у него есть NFC, это, кстати, очень-очень круто. И тройной супер-комбо-слот такой, куда можно поместить две наносимки и плюс microSD. Поэтому очень интересный и не стыдный телефон. Бюджетный смартфон в лице Honor 7C оказался во многом примечательным. Все благодаря FullView дисплею, а также качественной камере. Аппарат существенно обновился в программном плане, заполучив свежий интерфейс и новую версию операционной системы. Это интересное решение в сегменте доступных мобильных телефонов в 2018 году. И подчеркну, за эти деньги здесь есть NFC. Далее легендарная линейка X. Здесь телефоны 5X, 6X, прошлогодний популярный 7X и новинки этого года 8X. И добавили в эту линейку 8X Max. Наверное, это единственный адекватный конкурент Mi Max третьему. На какой телефон обратить внимание? Очень интересный телефон по характеристикам. Это Honor 8X. Экран здесь 6,5 дюйма. Центральный камень Kirin 710, новиночка этого года. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Есть версии на 4,64 и 4,128. Также используется функция GPU Turbo. Батарея здесь на 3750 мАч. Очень не стыдная и достаточно большая батареечка. Камера здесь 20,2 основная и фронталочка на 16 мегапикселей. Есть NFC и на Алиэкспресс сейчас эти телефончики не такие дорогие. Но обратите внимание, что в некоторых китайских версиях может отсутствовать NFC. Обязательно это проверяйте. Анонс данной модели состоялся в сентябре 2018 года. Смартфон среднего ценового сегмента Honor 8X заполучил привлекательный внешний вид, массивный экран и новый процессор. Нужно выделить модный безрамочный дизайн, который делает аппарат по-настоящему стильным. Следующая линейка N. Да, оказывается есть такая линейка. Это флагманская линейка. Президент Джон Джао на одной из презентаций как раз заявил, что у них есть такая линейка. По сути это просто Honor 8, Honor 9 и новинка этого года Honor 10. И так скажем, относительно игровой телефон Honor Play. И мега популярный телефон этого года Honor 9 Lite. Мы отнесем его тоже к этой линеечке. Но отметим, что это конечно же не флагман. Honor Play очень лакомый кусочек на рынке. Далее поговорим о характеристиках. Honor Play работает под управлением 970 Kirin. Также используется функция GPU Turbo. Это прошлогодний флагманский процессор от компании Huawei. Есть различные версии, начиная от 4,64. Камера сдвоенная 16,2 и фронталочка на 16 мегапикселей. И батареечка 3750 мАч. Очень даже не маленькая. И за эти показатели очень отличный результат. Honor Play это, можно сказать, относительно игровой смартфон. С мощным железом и продвинутым искусственным интеллектом. Устройство заполучило функцию GPU Turbo, а также двойную камеру. Анонс гаджета состоялся в июне 2018 года. Смартфон получил ряд примечательных фишек, которые способствуют комфортной игре. Но, к сожалению, это только аппаратно. При этом аппарат отличается внушительной производительностью, высококачественным дисплеем и добротной звуковой системой. Ценник этого телефона отличный, учитывая, что здесь центральный камень 970 Kirin. И, наверное, это сейчас самый дешевый телефон на этом процессоре. Поэтому на Алиэкспрессе его можно вырвать около 300 долларов или же 18-19 тысяч рублей. И это очень отличное предложение. Далее линейка V. Здесь телефоны V9, а также телефоны V9 Mini. В прошлогодний Honor V10, который откровенно не зашел. И мы ждем новиночку этого года Honor V20. Давайте предположим, каким будет Honor V20. Центральный камень, скорее всего, будет Kirin 980. Это абсолютно логичное решение. Full HD Plus разрешение. Где-то экран будет плюс-минус 6,5 дюймов. С модным соотношением сторон, как сейчас принято. Оперативная память будет начинаться от 6 ГБ. И, возможно, выше. 6,64 и 6,128. И батарейка на 4000 мАч. Ценник будет не такой, наверное, большой. Приблизительно 600 долларов. Но его показатели достаточно неплохие для этого ценника. Если это все так и будет, то это будет отлично. Ну и последняя линейка это Honor Magic. Здесь два телефона Honor Magic и Honor Magic 2. Honor Magic прошел первый абсолютно незаметно. Он был только у топовых блогеров, которые показывали со стороны. Но в целом телефон не зашел. Хотя, в принципе, его можно было купить на рынке. Но, наверное, ценник отпугивал. И ничем другим он, на самом деле, не привлекал. Honor Magic 2 совсем другое дело. Это телефон, так скажем, современный слайдер. Чем-то он напоминает Xiaomi Mi Mix 3. И действительно, очень-очень интересное, красивое решение. Давайте обратим внимание на все линейки. Итак, линейка Lite состоит из подлинеек A и C. Это абсолютный бюджет. Далее средний сегмент линейка X. Линейка N это флагманы, также включая некоторые телефоны туда. И линейка V это тоже, можно сказать, абсолютные такие флагманы. И эксклюзивные телефоны это Honor Magic. Друзья, если вам нравится такая идея, обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И это очень поддержит меня. Сделайте репост этого видео, если есть у вас такая возможность. Пишите любой комментарий. Может быть я что-то забил в этой линейке. Обязательно об этом пишите. Пишите вообще любой комментарий, какой вам только в голову придумывается. Большое всем спасибо за просмотр. Всем пока и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.